Четвертый раздел нашей дисциплины – это технологичность конструкции машин. И первый вопрос, который мы рассмотрим – это последовательность обработки. Составление маршрута обработки представляет сложную задачу с большим числом возможных вариантов решения. Его цель – дать общий план обработки заготовок, наметить содержание операций технологического процесса и выбрать тип оборудования. Для решения этой задачи могут быть даны следующие методические указания. При установлении общей последовательности обработки сначала обрабатывают поверхности, принятые за технологические базы. Затем обрабатывают остальные поверхности в последовательности обратной их точности. То есть, чем точнее должна быть обработана поверхность, тем позже ее обрабатывают. Последние обрабатывают ту поверхность, которая является наиболее точной и имеет наибольшее значение для работы детали в машине. В конец маршрута часто выносят обработку легко повреждаемых поверхностей, к которым, например, относят наружные резьбы и другие элементы. Для своевременного выявления раковин и других дефектов материала сначала производят черновую, а если потребуется, и чистовую обработку поверхностей, на которых эти дефекты не допускаются. И в случае обнаружения дефектов заготовку либо бракуют, либо принимают меры для исправления брака. В производстве точных ответственных машин маршрут обработки часто делят на этапы – черновой, чистовой и отделочный. На первом этапе снимается основная масса металла в виде припусков и напусков, на втором выполняется чистовая и формообразующая обработка, и на последнем обеспечивается заданная точность и шероховатость поверхностей. На этапе черновой обработки появляются сравнительно большие погрешности, вызываемые деформациями технологической системы от сил резания и сил закрепления заготовки, а также ее интенсивный нагрев. Чередование черновой и чистовой обработок в этих условиях не обеспечивает заданную точность. После черновой обработки наблюдаются наибольшие деформации заготовки в результате перераспределения остаточных напряжений в материале. Группируя обработку по указанным этапам, увеличивают разрыв во времени между черновой и отделочной обработкой и позволяют более полно проявиться деформациям до их устранения на последнем этапе обработки. Вынесением отделочной обработки в конец маршрута уменьшают риск случайного повреждения окончательно обработанных поверхностей в процессе обработки и транспортировки. Кроме того, черновую обработку могут выполнять рабочие более низкой квалификации на менее точном оборудовании. Изложенный принцип построения маршрута не во всех случаях является обязательным. При жесткой заготовке и малых размерах обрабатываемых поверхностей, окончательную обработку отдельных элементов можно выполнять и в начале маршрута. Данный принцип в известной степени противоречит также принципу концентрации обработки, когда в одной операции можно совместить переходы черновой и чистовой обработок, например при изготовлении деталей из прутка на автоматах. Если деталь подвергают термической обработке, то технологический процесс механической обработки расчленяют на две части – до термической обработки и после нее. Для устранения возможных коробленей часто приходится предусматривать правку деталей или повторную обработку отдельных поверхностей для обеспечения заданных точности и шероховатости. Отдельные виды термической обработки усложняют процесс механической обработки. Так, при цементации обычно требуется науглеродить отдельные участки заготовки. Это достигается омеднением остальных участков или оставлением на них припуска, который снимают при дополнительной обработке после цементации. Последовательность обработки также зависит от простановки размеров. В первую очередь следует обрабатывать ту поверхность, относительно которой на чертеже координировано большее число других поверхностей. При проектировании технологических процессов для существующих заводов, где цехи организованы по видам обработки, последовательность обработки устанавливают с учетом возможного сокращения путей транспортировки деталей. Предварительное содержание операций устанавливают объединением тех переходов на данном этапе обработки, которые могут быть выполнены на одном станке. Содержание операций определяют из условия, при котором их длительность равна или кратна такту. На содержание операций влияет также необходимость сокращения числа перестановок заготовок со станка на станок, что имеет большое значение для условий тяжелого машиностроения. При составлении маршрута обработки заготовки по отдельным операциям устанавливают также тип станков и другого технологического оборудования. На последующих этапах разработки технологического процесса эти предварительные решения уточняют, определяют основные размеры и характеристики станков, а также их конкретные модели. Итоги работы по данному этапу, то есть перечень и содержание операций оборудования и оснастки, заносят в технологическую маршрутную карту. Продолжение следует... Продолжение следует...